Всем привет! Сегодня будет у нас грамотика русского языка и немножко повторения. Я уже делала видео про то, какие знаки можно использовать в манке, а какие нет в русском языке, по крайней мере. Но давайте повторимся вкратце. После этого видео я говорила очень тихо, я говорила очень много воды лишней. Сейчас давайте вкратце разберёмся, что можно, что нельзя. Насчёт знаков препятания в конце предложения. Итак, у нас в конце предложения можно поставить точку, можно в конце предложения поставить восклицательный знак, можно вопросительный знак. Далее поставить можно вот такой вот знак, вот такой, вот такой можно поставить знак, секундочку. То есть, как бы восклицание, молчание, вопрос немножко молчания. Можно поставить знак, секундочку, где у меня вопросительный знак. Где у меня вопросительный знак по-русски-то? Вот такой, и вот так можно поставить. Далее можно ставить вот такие вот знаки без многоточия. И вот это у нас вроде бы и все, что можно поставить в конце предложения. А, еще само, конечно же, многоточие. Секундочку, где у нас? Секундочку, мышка плохая работает. Раз, два, три, многоточие. Все, вот это у нас знаки, которые мы можем поставить в конце предложения. Других знаков в русском языке нету. Фух, надеюсь, на этом будет все понятно. Теперь чуть подробнее про каждый знак. Точка понятна, остатный знак тоже понятна. Вопрос, если в японском языке в конце предложения вы не видите знак вопроса, это не значит, что это предложение не вопросительное. Дело в том, что японцы иногда строят предложение свое так, что и без этого знака понятно, что это вопрос. Если они там в конце, допустим, есть какое-то словечко К, да, заканчивается это предложение, то это вопрос и как бы дополнительного знака, что это вопрос им не нужно, потому что и так все понятно. Знак вопроса тоже такая довольно-таки интересная штукенция. Может, как-нибудь про него отдельно видяшку сниму, там, какую-то немножко про историю, знак вопроса расскажу, как его используют там, в одной стране, как его используют в другой стране. Но это, я думаю, потом, потом. Немножко теории потом будет. Сейчас больше практики подходим. Далее у нас знаки, это самое, когда у нас идет восклицание с многоточием, либо вопрос с многоточием. Очень многие делают ошибку, когда пишут вот такую штуку, вот так, и потом раз, два, три точки. Либо же знак вопроса, и потом раз, два, три точки. Это у нас неправильно. На секундочку. Сейчас вам жирным крестом зачеркну, что это неправильно. Жирным красным чертом. Это неправильно. Такого делать нельзя. Почему? Потому что в русском языке у нас считаются вот эти нижние точки. То есть, первая точка от восклицательного знака. Раз. Вторая точка от многоточия. Третья точка от многоточия. Три точки этого достаточно целиком и полностью. Больше точек здесь не нужно. То же самое касается вот этого знака. То же самое касается и вот этого знака. Почему у меня ручка не пишет? Ага, потому что у меня мышка как-то нажимается. Так вот, в этом знаке у нас тоже присутствуют уже три точки. То есть, точка от вопросительного знака, точка от восклицательного знака и точка от многоточия. Больше точек здесь делать не нужно. Хватит. Если будете ставить больше точек, получите гневные комментарии от грамотеев наших, что так делать нельзя. Поэтому так делать не будем. Дальше сочетание знаков вопросов. Знака вопросительного и знака восклицательного. В русском языке считается, что знак вопросительный, у него тональность, у него важность гораздо больше, чем у знака восклицательного. Знак восклицательного вообще тоже отдельная тематика, так же, как и знак вопроса. Знак восклицательный, он вообще довольно-таки новенький знак. Относительно новенький. Ему буквально там лет сто назад его ещё плохо воспринимали в критике. Но об этом давайте всё-таки в теории расскажу, чтобы небольшую такую загадку оставить про знак восклицательный. Так вот, значит, знак вопросительный считается более важным, и его всегда ставим на первое место. То есть, то есть, то есть, где у нас инструмент текст. То есть, вот такое, если вы сделаете вот такое, то это неправильно. Так, давайте, это самое, шрифт чёрный, а этот самый, а рисовать, рисовать будем красненьким. Это неправильно. В английском языке встречается вот такое сочетание. То есть, восклицательный знак, потом опасительный знак. В японском языке тоже встречается такое сочетание. Но в русском языке на сей момент это считается неграмотным. Не нужно так делать. И последнее у нас многоточие. Вот на многоточие может заканчиваться наше предложение. Если же вы в японском видите такой знак, допустим, у нас идёт какой-то там текст-текст-текст, там иероглиф такой, иероглиф секой, у меня ручка, мышка плохо кликается, там один иероглиф, другой иероглиф, потом такая длинная полоса и точка-точка-точка, то это означает как бы самое обычное наше русское многоточие. Тут ставить много точек или какую-то тильду, или там ещё какие-то терешки какие-то такие, да, этого делать не нужно. Вот такая терешка, длинная чёрточка в японском языке означает, что последний звук был растянут, чаще всего это растянутый звук какой-то, и потом после него идёт пресекание, прекращение, умолчание, идёт как бы в тишину, уходит вот этот самый звук, уходит в многоточие, уходит в тишину. Когда мы такое захотим сделать в русском языке, мы просто посоставим в конце предложения три точки. Если вы хотите, чтобы последний слог был пропетый, если вы считаете, что это уместно, то вы последний слог, допустим, он заканчивается, допустим, какое там слово можно? Ну, не знаю, допустим, да. Слог можно пропеть не знаю, вот этот А можно пропеть. Его поставьте там три-четыре раза, букву А эту, сколько вы это посчитаете нужным, и вот это будет у нас пропетый слог. Вот это у нас пропетый слог, и никаких терешек, никаких тильт ставить тут не нужно. Даже если вы это видите в сканляйте каком-то другом, непрофессиональном, да, то не нужно это переводить, ну, как бы, вносить в русский язык, потому что это считается всё равно очень-очень неграмотным. На сей момент это считается очень неграмотным. Единственное, что можно вводить, ну, я считаю, что можно вводить в русский сканляйт, так это пятиточие. В русском языке на сей момент нету такого знака, как пятиточие. Но я уже говорила в предыдущей введяшке, то что пятиточие такой, как бы, знак, который, я считаю, что ему стоит, ему имеет место, он имеет место быть, потому что у нас всё-таки манго, это не книжки, это не журналы, это не статьи, это всё-таки картинки, где нам нужен какой-то особый знак, который обозначает молчание. Там и нету никакого предложения. Поэтому благоточие – это когда у нас предложение заканчивается, ну, какое-то, ну, короче, незаконченное предложение – это многоточие. А знак именно молчания – это вот пятиточие, я считаю. Я считаю, что так будет более грамотно ставить. Но я не эксперт, естественно. Но, опять-таки, но-но-но, ну-ка-но, я очень неграмотно говорю, мне, наверное, все эксперты сейчас просто-напросто закидают тапками за эти мои речевые обороты. Но, в общем, да, я думаю, вы смысл поняли. Я считаю, что вот это, если будем повсеместно использовать многоточие как знак молчания, только когда-нибудь он войдет и в нашу русскую грамматику тоже. Я, конечно, забыла еще про тройное восклицание, но, честно говоря, ну да, надо все-таки про него сказать тоже. Я просто про него хотела сказать в видео про восклицательный знак. Дело в том, что тройное восклицание, когда у нас три восклицательных знака стоят, оно используется в русском языке крайне редко, очень-очень редко, и означает прям повышенную-повышенную такую прям... такие повышенные эмоции, что это как бы либо такой там прям крик от, не знаю, от страха, что вы прям сейчас как будто бы умрете уже, да, либо это какие-то там какой-то экстаз какой-то, да, там великолепно, прям вообще прям настолько бурные эмоции, что прям все разрывает вас внутри от этих эмоций. Тогда ставьте три восклицательных знака. Все остальное, любое восклицание, любой крик слабенький какой-нибудь, да, это все один восклицательный знак, больше не нужно. Более подробно расскажу в видео про восклицательные знаки в целом. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.